Привет, друзья! С вами Илья Сплин. Это традиционные пятничные мото-новости, в которых я рассказываю, что интересного произошло в мире мотоциклов за последнюю неделю. Перед тем, как перейти к новостям, я напомню, что мы занимаемся доставкой мотоциклов из Японии, поэтому если вы хотите обновить свой мотоцикл, либо приобрести первый байк и привезти его из Японии, то обращайтесь к нам, мы делаем это хорошо. Кстати, на этот сезон мы купили очень большое количество мотоциклов в наличии, в районе 50 штук сейчас доступно, и по ссылке в описании вы можете пройти и посмотреть, какие же байки в наличии у нас есть. Что-то из них уже в Москве, что-то только едет и можно забронировать по дороге. Итак, поехали к новостям. Казалось бы, Норден от Husqvarna буквально только появился на свет, но нет, время идет быстро и настала пора новой версии. Под названием Expedition. Давайте посмотрим, что там бренд для нас интересного приготовил. Мотоцикл сделали более внедорожно способным, чем это было раньше. Подвеска теперь это полностью регулируемые компоненты VP Explore с ходами 240 мм, что спереди, что сзади. И, соответственно, рост составил 2 см на вилке и 2,5 см на заднем моноамортизаторе. Также Husqvarna подумала о комфорте во время путешествий. В базе у этой версии есть подогрев руля и сидения, хотя меня смущает, что у прошлой версии нет в базе подогрева руля. Это просто странно для туристического мотоцикла. Также есть более высокое ветровое стекло, центральная подножка и мощная защита двигателя и бака. Посмотрите на фотографию, она реально огромная. Кстати, это довольно необычное обновление, так как обычно на более внедорожной версии ставят ветровик низкий и убирают центральную подножку, так как она может мешать на бездорожье. А на туристические версии, наоборот, ставят более короткоходные подвески. Однако Husqvarna решила, что они предложат свой собственный путь и, в общем-то, почему бы и нет. Также в этой версии в базе есть опция под названием Connectivity Unit. Она добавляет терм-байтер навигацию, соединение со смартфоном и, в общем-то, все. Что достаточно приятно, цена новой версии выросла незначительно. Базовая версия в США стоит 14 500 долларов, а новая 15 800, то есть 1300 долларов разница. Как вы знаете, с Харри Дэвидсоном связано много всего, в том числе гонки King of the Beggars и их бесконечный каталог запчастей для тюнинга их же мотоциклов. Эта новость и про то, и про другое. Марка предложила своим поклонникам новый тюнингованный мотор с технологиями, проверенными в гоночной серии. Зовут новинку Screaming Eagle 135CL Stage 4. В этом топовом двигателе Milwaukee 8 стоит такой же дроссель и фрезерованный впуск, как на гоночном Боббере Road Glide Special, а также портированные ЧПУ головы, гоночные пружины клапанов и распредвал с высоким подъемом. Помимо этого, в моторе кованые поршни, новый маховик, тарелки клапанов, высокопроизводительные форсунки и маслонасос. Все это позволяет, по словам марки, полностью раскрыть потенциал в Этвина объемом 2212 кубов. В итоге, двигатель превосходит стандартный на 28% по крутящему моменту и на 41% по мощности. Стоит двигатель без работы по его установке 8000 долларов. Однако, я не сказал самого главного. Цифр мощности и момента. Итак, мотор теперь выдает 194 ньютон-метра момента, это действительно много, и умопомрачительные 130 лошадиных сил с 2 и 2 литров. А теперь у меня есть вопрос, и он абсолютно серьезный к фанатам марки. К чему такие сложности, если Индиан, например, Челленджер в соседнем салоне, безо всяких переделок и вложений средств, выдает вот просто из коробки, как вот его достали, со своего мотора объемом чуть меньше, чем 1,8 литра, 122 силы и 174 ньютон-метра момента. Я ничего не имею против марки Харли Дэвидсон, но не понимаю, зачем покупать изначально довольно слабый мотоцикл за много денег, а потом тратить еще уйму денег, чтобы он стал производительным. Если в салоне через дорогу стоит Индиан, который из коробки, уже производительный. Понятное дело, что кто-то покупает Харли Дэвидсон, потому что это Харли Дэвидсон, и там вот эти объемные, достаточно слабые моторы, без проблем, значит так нравится. Но если нравятся мощные моторы, то просишь купить сразу моц с мощным мотором, нет? Ну, и раз уж мы заговорили об Индине, продолжим об Индине. На прошлой неделе я рассказывал вам про спорт Чифа, но Чифов много не бывает. С тех пор марка представила лимитку под названием Чиф Боббер Дарк Хорс, которая по традиции выпущена совместно с компанией Джек Дэниелс. Рекламный ролик описывает модель безо всяких технических подробностей. Мол, есть первая американская мотомарка, есть классическая модель, где нет вообще ничего лишнего, есть старейший в Штатах производитель виски, и вместе они делают настоящую классическую классную штуку. Поэтому, если вы любите классический стиль без всего лишнего, это для вас. Если спорт Чиф из новости на прошлой неделе был весь из себя такой современный и производительный, то этот мотоцикл это строго про стиль. В нем стоит мотор Thunder Stroke 116, объем 1890 кубов, и с этого двигателя сняты классические скромные 80 лошадиных сил. А все интересное относится не к технике и циферкам, а к внешнему виду. Например, цилиндры и головы имеют грубую обработку, подчеркивая корни модели, которые уходят десятилетия назад. Трубки-толкатели выкрашены в серебристый цвет. Сиденье одиночное и сделанное специально для этой модели в классическом стиле. На заднем крыле и выпуске находятся таблички Джек Дэниелс. Логотип в старом стиле изображен на баке вместе с симпатичной цировкой того же цвета. А в краску, если верить марке, был добавлен виски Джек Дэниелс. Я надеюсь, что она от этого через 5 лет не облезет. Что довольно странно, приборку поставили современную. Тот самый кругляш, который на самом деле TFT-дисплей. Приборка сама по себе действительно очень классная, но по духу, на мой взгляд, несколько выбивается из общей стилистики этого мотоцикла. Также стоит адаптивная светодиодная фара, которая умеет подсвечивать повороты. И на самом деле из наворотов все. Всего будет выпущено только 177 мотоциклов. У каждого из них будет своя табличка с номером, а стоимость такой модели в Штатах составит 24 500 долларов. То, в общем-то, не так уж и много для лимитированного мото. Теперь давайте поговорим о чем-то более простом. Еще один китайский бренд, мало кому известный за пределами Китая, представил свой новый крузер. Бренд называется Wooling Motors, а мотоцикл разрабатывали, явно подглядывая на Honda Rebel 500. Получившаяся модель в нео-ретро стиле называется Serpol номер один. В честь и китайцев вид Rebel не решили копировать полностью и добавили полуобтекатель в спортивном стиле. Получилось довольно необычное и, в общем-то, даже ничего так. Если мы посмотрим на мотор, то сходство с Rebel 500 будет еще сильнее, так как на мотоцикле стоит самая распространенная в Китае рядная двойка производства компании Longchin. Она изначально копировала хондовскую рядную двойку, которая как раз и стоит на 500-м Rebel. Недавно Longchin этот мотор обновил, чуть подрос объем по сравнению с Хондой, и теперь там 494 куба вместо 471. Но смысл мотора остался тем же. Выдает двигатель 54 лошадиной силы и работает в паре с шестиступенчатой коробкой передач. Что еще сказать про этот мотоцикл, я решительно не знаю. У него обычная телескопическая вилка, два амортизатора сзади, один тормозной диск спереди, правда с радиальным суппортом, а также светодиодный свет и АБС. Забавно, конечно, что с одним и тем же мотором, у которого всегда одна и та же настройка, китайцы делают какое-то абсолютно бесчисленное количество моделей, от крузеров до спортбайков. А следующая новость у нас из Италии, и она не очень порадует петралхедов. Как вы, вероятно, знаете, Италия принимает зимние Олимпийские игры в 2026 году. Они пройдут в Милане и горнолыжном курорте картины De Ampezzo. И, чтобы быть ответственной современной страной, Италия решила ввести с 2024 года зону низких выбросов в Доломитовых Альпах. Согласно плану, будет ограничен въезд на перевалы Пордои, Гардена, Селла и Камполонго. Местное правительство также выразило надежду, что эти ограничения продлятся и после игр. Они говорят, что хотят меньше шума и чище воздух, Поэтому надо что-то делать с трафиком, и, соответственно, трафик будет строго ограничен. Сейчас местный законопроект уже принят, и его должны одобрить федеральные министры. Если примут, то на трафик будут наложены ограничения, но пока точно не ясно, какие. Так что, если вы хотели осуществить мечту и покататься вдоволь по красивейшим серпантинам Доломитовых Альп, у вас есть всего один последний год на это. Правда, Доломитовые Альпы достаточно большие, и они есть не только в Италии, и в Италии есть еще дороги, поэтому я думаю, что как-то уж покататься все смогут. Я катался, мне очень понравилось. И раз уж мы начали про экологию, то продолжим. Новость не будет страшной, можно расслабиться. Компания Yamaha станет первым японским брендом, который будет использовать зеленый алюминий в мотостроении. Не в том плане, что они залезут на территории Кавасаки с цветом своих деталей, а в том, что при производстве алюминия используется только энергия из возобновляемых источников. По словам марки, мотоцикл в зависимости от модели состоит из алюминия от 12 до 31% по массе, поэтому использование такого металла позволит сильно снизить углеродный след. И это в дополнение к тому, что 80% алюминия, которое используется маркой уже вот сейчас, получено путем вторичной переработки, что означает, учитывая озвученные ранее проценты, что ваша новая Yamaha, которую вы купили в салоне, от 9,5 до 25% бушная. Вообще, у Yamaha есть целый крупный план, согласно которому компания должна стать углеродно-нейтральной к 2050 году. Они вкладывают деньги еще и в получение смол растительного происхождения, разработку перерабатываемого полипропилена и так далее. Делается это, скорее всего, не подобрать те душевные, а потому что чем больше углеродного следа оставляет компания, тем больше она будет платить. Таков глобальный план. Углеродный налог уже есть в некоторых странах, как правило, в транспортном и энергетическом секторах, поэтому не нужно удивляться тому, что все производители вдруг стали чересчур заботиться об экологии. В первую очередь, они думают о том, как платить в итоге меньше денег. Ну и давайте закончим сегодняшний выпуск новостей новым мотоциклом, на этот раз электрическим. Вообще, редко вам рассказываю про электроновинки, их появляется действительно много от всяких неизвестных фирм, и я думаю, что ничего особо интересного в них нет. Но с этим мотоциклом все несколько иначе. Хотя фирма малоизвестная, она индийская, а сам мотоцикл крайне долгожданный в самой Индии. А мы с вами знаем, что индусы умеют делать неплохие моты за скромные деньги, поэтому давайте посмотрим, что они там такое приготовили. Называется модель Ultra Wild F77, и выглядит она достаточно футуристически. Концепт был довольно красив, вот посмотрите на него, и приятно видеть, что серийный мотоцикл не очень-то далеко от него отошел. С точки зрения техники, это электрический аналог бензинового нейкида кубов на 300-400. То есть, если отложить в сторону непрестижность малой кубатуры, это интересная техника для ежедневного перемещения внутри города. Мотоцикл выдает 36 лошадиных сил и оснащен батареей емкостью 7,1 кВт часа, что позволяет ему проехать на одной зарядке 206 километров. А это более чем достойный показатель для сугубо городского мотоцикла. Максимальная скорость тоже вполне достойная, это 140 километров в час. Есть также две более мощные модификации, они выдают 39 сил, но там стоит еще и более емкая батарея на 10,3 кВт часа, что позволяет проезжать уже солидные 307 километров на одной зарядке. Навесное тоже неплохое, перевернутые вилки, моноамортизатор сзади, рамы стальные типа птичья клетка. Правда, тормоза достаточно простые. Один тормозной диск на 320 миллиметров спереди и на 230 миллиметров сзади. А характеристики суппортов не сообщают. Колеса у мото привычные 17-е. В зависимости от версии, мод будет стоить от 4600 долларов до 6700 долларов в Индии. Что, согласитесь, достаточно неплохая цена за мотоцикл с динамикой 400-ки, который не нужно заправлять и обслуживать. Ну и в целом электробайки сейчас стоят дороже аналогов с ДВС. Вот и все новости на сегодняшний день. Кому понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Кому есть что сказать, пишите об этом в комментариях. А с вами был я, Илья Сплин. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!